Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал JJFamily, и наконец-то вышел третий эпизод ходячих мертвецов финального сезона. Что ж, наконец-то, наконец-то, мы очень долго ждали, и должен был выйти этот эпизод еще 6 ноября, ребят, 6 ноября. Но, как вы знаете, Тейталы разорились, то есть обанкротились, Скайбаунт их перехватила, и поэтому очень-очень долго выходил этот эпизодик, но самое главное, что мы его дождались, и он называется «На сломанные игрушки», давайте начнем начать эпизод, хотя подождите, давайте вспомним, что у нас было во втором. Во втором эпизоде у нас пришла Лили именно с тем ублюдком, который вначале хотел украсть наши продукты, но мы с ним вроде как разобрались, но оказывается не до конца, сейчас он у нас в плену. У нас украли Виолетта, потому что мы спасли нашего друга, нашего, ну, можно сказать, парня, потому что Клементина к нему испытывает чувства, но нам нужно спасти остальных ребят в любом случае, потому что это теперь наши друзья. Так что нажимаем на счет эпизодик. Мне прям очень интересно, что тут я так долго ждала. Аман, в принципе, нам и рассказывал, что у нас было в предыдущем. Пока мы искали место, которое сможем назвать своим домом, мы с Эйджей нашли старую школу-интернат, где всем управляли дети. Главное, там был парень по имени Марвин. До выстрела Эйджей. Я сказала Эйджей, что он имел все основания убить его. Остальные дети не согласились. Они решили нас выгнать. Я думала, мы не вернемся, а потом... На нас с Эйджейом напал Абель, один из рейдеров, которым Марвин отдал близняшим. С ним было так, кого, как я думала, я больше не увижу. Лили. Еще немного, и нас бы съели ходячие, как вдруг... Один из них со мной заговорил. Он представился Джейнсу, бывшим шепчущимся, который не хотел убивать ходячих. Он помог мне позаботиться об Эйджее, но без настоящих лекарств ему было не оправиться. Эйджей выглядело довольно жалко, но дети не отвернулись от него и пустили нас обратно. Когда я предложила им план спасения школы от рейдеров, они согласились оставить нас, по крайней мере, до сражения. Я решила помочь Луису настроить его пианино. Он не открылся. И я признала, что у меня были к нему чувства. Оказалось, у него они тоже были. И вот лишь рейдеры. Они выломали ворота, но дети продолжали прятаться, согласно нашему плану. Пока Тен не выбежал из закрытия, надеясь узнать что-нибудь из своих пропавших сестрах. Разорвалась бомба, и в попытке спасти Тена, Митч бросился на Лили и получил ножом по горлу. У меня была секунда, наверное, размышления. Я выстрелила и спасла Луица. Они забрали троих наших друзей, и мы не знали, куда они направились. Но у нас был кое-кто, кто знал. Да, все согласно тому, как у нас было в первом-втором эпизоде. Блин, я не знаю, что здесь будет. Я думаю, здесь будет реально настоящая война. Потому что один бой мы проиграли, но это не значит, что вся война проиграна. Жалко, жалко Митча, хоть он и был такой говнюк. По-другому я не могу его никак назвать. Но в любом случае было очень жаль. Он пытался спасти Тена, он молодец. И Тена можно понять, потому что его двух сестер Марвен просто отдал какую-то вещь. Да, я понимаю, он пытался спасти своих друзей, своих ребят. Но нельзя отдать две жизни за спасение остальных, потому что это были тоже твои друзья. И тем более вот так вот как-то как крыса поступить. То есть сказать, что их якобы ходячие съели, а он, оказывается, просто, ну, можно сказать, торговал людьми. Как еще это можно назвать. Не знаю, я никак не могу оправдать поступок Марвена в любом случае. Так, у нас загрузочек. А, вот, все, появляется. Ох, аж мурашки по телу. Да, разбомбили весь наш интернат. Все очень печально, и небо такое темное. Здесь как после таких вот серьезных баталий. Тут их как ходячие прорвались, и бандиты. Мич, я... Его, наверное, лучше сейчас не трогать. Это был его друг. Вначале я был маленьким и... Мич за мной присматривал. Учил не бояться. Говорят, иногда он вел себя как придурок. Но ко мне он всегда был добр. И теперь, теперь ему конец. Обещаю, Вилли, те, кто это сделал, получат по заслугам. Они пожалеют, что осмелились к нам приблизиться. И если бы Мич был здесь, он бы не плакал. Он бы придумал, как спасти друзей. А потом он бы взял камень и вышеплили мозги. Айбель в подвале. Мы связали его, но он вырубился от боли. Спасибо. Эйджей решил остаться там и посторожить его. Эй, друг. Пора похоронить Мич и попрощаться с ним. Я помогу его. Отойди от него. Он номер, за тебя. Что не так? У нас был пан, это дебил и все испортил. Вилли, хватит. Тен тут, Тен тут ни при чем. Ты знаешь, что он на самом деле виноват. Не могу понять, что ты его защищаешь. Это, это хрень собачья. Давай я этим займусь. Поговори с Абелем. Узнаешься, зачем Лили схватила Ви, Амара и Асима. Знаешь, я хотела сделать ему больно, заставить говорить, но просто не смог. Может ты выдашься с ним больше, чем я. Как вы помните, я тогда пошла помогать, точнее, к Луису пошла. Можно было пойти с Фиолет, и тогда бы мог бы произойти поцелуй с Фиолет. В принципе, это было не обязательно, но мы решили... Да, простите, Абеля. Мы решили все-таки под конец признаться, почему бы и нет. Так. У меня русская раскладка опять, блин. Забыла. Так. Я уже не помню, кого, как я озвучивала, на самом деле, потому что очень много времени прошло. Я уже не помню. Это должно его удержать. Конечно, русская раскладка мне не нравится, но... Так, школьный флажок. А, это у нас опять, наверное, вот эти коллекционные предметы для комнаты. Ну, давайте возьмем. Специально не будем за ними, так сказать, охотиться. Просто по возможности. И если мы увидим, то, конечно же, возьмем. Давайте внимательно все осмотрим. Блин, надо привыкнуть... К этому управлению. Опа. Что такое? Планшет для рисования. Это тоже, наверное, коллекционный предмет, да? Планшет для рисования. Может быть, он еще работает. А может быть, он, кстати, нам нужен будет. Так. Погладим рози. Она скучает без Марвона, потому что Марвен был ей не только хозяином, но и другом. Рози пока вам не доверяет. Потому что мы почему-то... Блин, должны были тогда с ней что-то сделать, погладить или что. Но у меня не получилось это сделать. Нашел свой пистолет? Ага. Эйджей подрос, на самом деле. Не так физически, как морально. Потому что он уже не ребенок. Он давно не ребенок. Готов? Хочу сказать, что у Клементине было намного сложно со всем этим справиться. Потому что ей на тот момент было 8 лет. Она знала настоящий мир таким, какой он был до всей вот этой разрухи, до всего этого зомби-апокалипсиса. Но Эйджей легче. Он родился в этом мире. Он с самого детства знал, что нужно делать, чтобы выжить. И поэтому он уже в свои сколько там, ему 6 лет или сколько. Он готов. Он вырос. Он вырос не так, как он должен был быть. То есть, парень. Так. А вот давайте оболим его. То есть, этот мальчик, у него развитие на 6 лет, а до 12. Какого хрена? Че, сучка, будем разговаривать? Кто ж так будет, старика, после полутина в основном? У меня с ним все прекрасно сон от девочки, которую я когда-то знал. А, тоже меня связывала, но не как пленника. Ну, ты понимаешь. Без обид, но я бы досмотрела тот сон, да что, если не возражаете. Я так и знал, что Эйджей что-то сделает. Это было жестко. Черт, малявка. Полегче, с переломами. Не нравится мне этот бутон. Уж, пардоньте, другого нет. Так, надо успокоить, Эйджей. Сбавь обороты, Эйджей, нам нужно, чтобы он заговорил. Но он это заслужил. Да, но командуй тут я. Ты никогда этого не делала, правда? Вы с чертым ребенком просто импровизируете. Тихо, тихо. Не надо все усложать, хорошо? Просто скажи, куда Лиля увела моих людей. Это не важно. Когда она туда доберется, то развернется и вернется за мной. Так что, служи-ка меня на пять звезд. Если я буду улыбаться, когда она вернется, то возможно, вам светить. С Лили мы разберемся. Мы недооценим вас в мягком ребенке. Один раз мы уже Лили прогнали, мы можем и второй. Вы заставили нас врасплох. Мы не знали, что вы умеете драться. Но теперь знаем. Просто скажи, куда увели наших друзей, и мы их вернем. Лили никогда их не отдаст. Мы пришли только ради бойцов. Йонатан, Йонатан и я, в обмен на тех сопляков, которые едва могут держать оружие. Тут даже тупали, вроде меня, все ясно. Мы обязательно вернем их. Вы даже не представляете, что там творится. Это настоящая бойня. Общины воюют друг с другом от Ричмонда до самого побережья. Там, в Дельте, мы воюем совершенно долбанутыми и отморозками, по сравнению с которыми я святой. Нам нужны люди, чтобы с ними сражаться. Это называется похищение. Называй, как хочешь. Я называю это выживанием. Что это за Дельта такая, чтобы вам для защиты нужны рабы? Думаешь, нам нравится устраивать эти набеги? Наш дом в опасности. Хороший дом. Надежный. Я на многое готов, чтобы его защитить. Может, ты поймешь. Я на многое готов, чтобы вернуть друзей. Да что, Харетт тратит мое время. Так его клемм. Ладно. Передний карман. Там все ответы. А, и может, ногу простыли. Прочти. Всякий скот, у которого раздвоены копыты, и на копыта глубокий развес, и который жует жвачку и ешьте. Это какой-то шифр? Нет, блин, книга левит. Я надеюсь, что выпит какая-нибудь пафосная дуть. Типа, подставь другую щеку. У вас здесь самокрутка. Ну, давай. Сама она не раскурится. Хочешь, зайдет твои друзья? Сигаретка прочистит мне мозги. Так, вы подумайте, послушайте, что сейчас слышит какое-то действие. Обжечь его. Дать ему закурить. Как мы затушим сигарету? Упс. Упс. Сучка мелкая. А что это мы тебе должны давать то, что ты хочешь? Падла. О! Че с ним? Блин. Он как много крови. Ох, блин. Это плохо. У него, может, повреждены внутренние органы, и поэтому кровотечение. Он убрёт, да? У нас есть лекарства. Мы все ещё можем его подлатать. Не сейчас. Когда ты столкнул меня с балконом, мне внутри кажется, что-то лопнуло. Лекарства тут не помогут. Чёрт. Никогда не хотел, чтобы так всё закончилось. Всё. Вышло из-под контроля. А теперь смотрите, в какой чьму я превратился. Он обратится? Нет! В смысле нет. Всё. Всю свою жизнь я доверял только своим рукам и силе воли. Когда собственное тело против меня, подчиняет меня. Я расскажу, где Лили. Обещайте, что не дадите мне превратиться. Сейчас он выглядит как настоящий человек, который боится смерти. Умоляю. Умоляю. Если не будешь врать, я тебя добью. Даю слово. Ладно. У нас есть лодка. Пристали в квадре километра к западу отсюда. К старому рыбацкому причалу. Ну, получили, что хотели? Пожалуйста, не дайте мне стать одним из них. Пожалуйста, я не хочу. Мы дали... Скажи так, мы дали ему обещание, и я думаю, что надо это сделать. Мы ему обещали. Добьем из жалости. У нас была сделка. Он сказал нам... Не так. Я хочу сохранить лицо. Не нужно тебе на это смотреть. Эй Джей, я хочу смотреть. Эй Джей, иди отсюда. Ты что? Капец. По крайней мере, он больше никому не навредит. Эй Джей, я бы дам вас пример. Но... Вы показали, что порой смерть – это милость. Хоть чему-то хорошему ему его научили. Пойдем, пора искать лодку. Милость – не смысл, что это мило, а то, что... Это... Ты добро поступил к человеку. Смиловестился. Как-то, блядь, нет слов, это правильно сказать. Скайбаунд. Представляет. Раньше было Тейл Тейлс Геймс. Да, да. Вот это вот у нас начало интересное. Что ж, нас это за Валкин Дэд. Финальный сезон. За Тейл Тейл Сериес. Да, Тейтлы навсегда в наших сердцах. То, что они подарили нам очень много крутых игр. Но, конечно же, самая запоминающаяся и самая крутая – это ходячие мертвецы. Что ж, мне кажется, мы поступили правильно, что мы добили Абеля. Потому что у нас была сделка. Можно так сказать. Да и как-то все равно мне его жалко. Не от хорошей жизни они стали такими. Тем более в такое время выживает, так сказать, сильнейший. А рыбацкая пристань-то не та самая, где мы были в начале. Первом сезоне. Найдем водку, придумаем, как на нее добраться. Да, надеюсь, в этот раз Тейл не обострется. Так, что за слова-таки? Тейл не виноват. Виноват. Митч мёрт, потому что он… Давай, скажи еще что-нибудь про Тена. Ну, давай же. Это же друг этого. Тен, это же друг ЭйДжея. А нет, кстати, это другое. Я думаю, это та маленькая пристань, где рыбачили детишки. Видишь что-нибудь? Пляж, лодка и деревянная дорога над водой. Это называется причал. Причал. Ладно, давайте раздельницы и осмотримся. Не выцелывайтесь. Как бы Вилли ничего не натворил. Понаблюдайте за рейдерами. Вопрос как? Так, давай с Луисом поговорим. Ты уже видел эту штуку? Не разу. Старый речный катер я бы запомнил. Отсюда кажется, что причал – единственный путь внутрь. Посмотрим, что там еще. Так, смотри. Следите на рейдер. Несколько на палубе, парочка на причале. Но ты можешь быть больше. Стоп, я вижу Вайлетт. Охренеть, мы неправда их нашли. Так, припасы, да, какие-то? Причал даст хорошее укрытие. И если будем осторожны, нас не заметят. Так. Что тут еще? Так, рулевая рубка. Не вижу ни одного места, где можно держать пленных. А на отцах есть карцеры? Крабельные тюрьмы. Может, есть, но где? Вот чего, не знаю, того не знаю. Наверное, здесь. Я вижу вход. Ага, на другом конце отцовки есть еще один. Сверху закрытых дверей есть маленькая щель. Мы с Эйджейн знаем, как их использовать. Так, у нас есть данные. Маленькая щель размера с Эйджея. Так, что у нас еще есть? А, дорога. Не представляю, как добраться до водки незамеченными. Тут нужен чертовски мощный отвлекающий маневр. Ходячий! А вот и от вам и отвлекающий маневр. Осталось только найти десяток других ходячих. Подумаешь, пара пустяков. Может, это не так уж и сложно. Можно использовать ходячий в качестве отвлекающего маневра. Нам бы сейчас не помешал наш друг Джеймсон, или как правильно его зовут. А, ну давайте с мальчиком поговорим. Где он там? Малой, ты где? Есть что-то полезное? Похоже на строим материалы и мебель. Наверное, с вокзала. Надо все осмотреть нам. Так. Они грузят припасы на плоты. Я могу отрезать их и отогнать с ними с подвечения. Это несложно. Можем сжечь или оцепить их. У вас есть данные шлюпки с припасами. Листовое железо, дерево. И немало. Похоже на добычу. Огонь нам может пригодиться. Мы, наверное, сейчас будем с каждой разговаривать и потом уже от этого отталкиваться, что нам делать. Так, где-то здесь Эйджей был. Вот он. Нашел что-нибудь? У них есть лошади. Дай гляну. Так, опять факел. Еще факел. Если пожестено, то мы и внимания привлечем лошадей, что там. Так было бы проще попасть в водку. Вот и лошади. Если мы освободим этих лошадей, им будет сложнее нас догнать. Нужно избавиться от этих лошадей. Надо смываться, пока нас не заметили. Обсудим план, где мы в безопасности. Смотрите. У нас есть три плана. Отвязать плоты из сжечь их. Лошадей спугнуть. И, собственно, толпу ходячих привезти. Итак, какой у нас план? Так, и на причале на лодке есть охрана. Всех мы разом не осилим. Все, что нам останется, это отвлечь их и пробраться на борт. Нужно сжечь их барахло. Может сработать. Сожжать всех випас, ну или хотя бы сено, что они запасли для лошади. Что они сможем сжечь? Что-то там. Так. Смотрите, либо сжечь сено, либо сжечь припасы. Но от сена толку-то не будет. Но бегут лошади, и что? А так бы лошади могли бы нам пригодиться в дальнейшем, чтобы потом ходить за припасами. И так далее. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Может быть, правда, лошадей спугнуть и... Я потому что не знаю, что, что, что мы сделаем. Как поступим-то. Так, ну что ж. Давайте, наверное, сено, может, попробуем сжечь. Припасы украдем осено подожжем, чтобы их отвлечь. Если собираешься грабить платы, будь осторожным. По-другому не умею. Огонь отлечет рейдеров от лодки, а мы в это время протрагаемся по плечалу. Но на плечах же нет укрытия, нас пристреляет. Помнишь того парня, по которому я тебе рассказывала Джеймса? Он как-то использовал ходячих, чтобы спасти нас от Лили и Абеля. Может, сможем убедить его помочь нам еще раз? Ну, я же говорю, Джеймс, если мы сумеем привезти достаточно большую толпу на берег, то сможем незаметно с ней смешаться. Я же говорю, что Джеймс, Джеймс бы нам помог, он же круто отправляется. Черт, отлично, давай узнаем, сколько он ведет за услуги. А когда все вернемся домой, тогда что? Ну, в смысле, рейдеры же все равно придут за нами. Что тогда будем делать? Тихо. Прячься быстро. Это, в случае, у меня сестра Тэна. Кто-то одна из сестер, кто их знает. Так. Рейдер должен оставаться здесь, я попробую разознать у них что-нибудь полезное. Следи за пацанами. Уэс. Бросай. Где вы держите пленников? Не знаю, о чем ты. Не умничай, блин, отвечай на вопрос. На бойлерной палубе. Ну, на второй палубе, они все там. Мне кажется, это одна из сестер Тэна. Клем, стой. Привет, Минни. Похоже, да. После нападения, я не знала, но говорили, что половину вашей школы сожгли. Кто выжил? Руби, Митч, Броди, Тэн. Руби и Тэн. Митч нет. И Броди умерла. Как там сапоги Тэна держат? Его сапоги? Они такие старые, что дыр к ним больше, чем дизины. Когда мы видим в последний раз, я замотал их скотчем, но это было давно. В порядке его сапоги. Ты, Клементина. Ты возглавил их после смерти Марвена. Странно, мне кажется, они скреслили доверять одному из своих. Я не просила назначать меня главной, так получилось. Ты с этой жалкой вдыхни всем по ушам ездишь, или только мне. Что, прости? Абль решил, что может оболотать Марвена над этим всех остальных. Им же слили, это уже разук удалось. Когда-то давно. Но ты все испортила. О чем ты? Марвен отдал вас за фи и даже не поморщился. Да, и мы это пережили. Марвен бы, в отличие от тебя, не заставлял их сражаться. Он бы не дал никому погибнуть. Ты не знаешь, какую-то дичь Клем нас спасла. Он бы не дал никому погибнуть? Да он убил Броди. Что? Минерва, где Софи? Она погибла, защищая Дельту. Погибла, как герой. Офигеть. Вот это поворот вообще. Как герой? Боже, да ты... Черт. Пойдем, чем-то... Ай! Рокингем! Заканчивай, возвращайся. Хочу быть на месте еще до заката. Они думают, что она сейчас их сдаст. Есть, мэм. Я вообще не так и подумала, что это сестра Тена. Видите, одна умерла, одна осталась живой. Уотка уходит в Дельту через два дня. Потом пройдет пара недель, и мы вернемся за всеми вами. И когда это случится, не сопротивляйтесь. Единственный способ спасти ваших, дать нам их забрать. Еще не поздно, Минни. Ты еще можешь вернуться с нами в школу? Нет, не могу. Нет, я не могу. Ну, можно передать Тену, что хотя бы одна сестра его жива. Хотя бы Минерва жива. Ты в порядке? Ладно, это ничего не меняет. Нам все равно нужно лезть на лодку. Вы все идите домой. Начинайте готовиться и введите остальных в курс дела. Всех, кроме Тена. Я тебя предупреждал. Так, хватит, вы оба. Мы с Эйджеймом пойдем искать Джеймса. Будьте осторожны. Что ж, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии пойдем искать Джеймса. Не знаю, я про него подумал. Потому что кто еще может навести толпу ходячих, кроме него? Конечно же, никто. Нас они, блин, сожрут. Мы знаем, чем мы их сплочим и направим на этот борт, на эту лодку. Ну, я вообще в шоке. Я бы не подумала, что вот так мы встретимся с одной из сестер Тена. Ну, это прикольно, что хотя бы одна она жива. Но мы не сдадимся без боя. Так что в следующей серии мы, конечно же, спасем наших друзей. И я думаю, придется нам драться по-другому никак. А на этом все, ребят. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Нажимать колокольчик, уступать в нашу группу. Все ссылки в описании. Увидимся в следующей серии ходячих мертвецов финального сезона. Пока-пока.